Певицу Татьяну Овсиенко подозревают в алкогольной зависимости. При этом виновника пагубной привычки, которая уже нашла свое отражение во внешности 53-летней певицы, считают ее гражданского мужа Александра Меркулова, который три года назад вышел из тюрьмы. Близкая подруга Татьяны, которая видит, что с артейской твой лица неладная, заявила, что пора бить тревогу и спасать певицу. Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается, на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером, бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее. Разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги. Призналась подруга Татьяны Овсиенко. Она добавила, что в канун Нового года певица получила солидный гонорар в размере 3 миллионов рублей, который сразу же забрал ее муж. Из-за пандемии Овсиенко лишилась работы и ей даже пришлось уволить нескольких сотрудников, оставив лишь водителя, который совмещает свою работу с обязанностями менеджера. Именно он принимает заявки на корпоративные мероприятия. Когда она приезжает на какое-то выступление, люди ее зачастую не узнают. Мне редакторы программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили, мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный. Сообщила подруга Татьяны. А на фоне безденежья у Татьяны Овсиенко появились проблемы не только с алкоголем. Соседка певица, которая как-то завела с ней разговор по поводу крупной задолженности по коммунальным платежам, обратила внимание, что у Татьяны синяки. Подруга певицы добавила, что ей пришлось продать машину, чтобы погасить задолженность. К слову, артистка еще не оплатила штрафы ГИБДД, и за ней даже бегают приставы. Знакомая Татьяна Овсиенко предполагает, что из-за безденежья, долгов и мужа с певицей может случиться что-то нехорошее. Сейчас у артистки есть четырехкомнатная квартира. Это все, что осталось у нее из имущества. В квартире прописан гражданский муж, который уговаривает супругу обменять жилплощадь на меньшую, но с доплатой. «Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет, и когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала», – отметила подруга Овсиенко. Напомню, что первые слухи о том, что у Овсиенко могут быть проблемы, появились еще в июне. Тогда Таню потеряли ее поклонники, которые перестали видеть ее публикации в сети. Тревога поклонников 53-летней артистки была вызвана еще и тем, что в начале августа похожим образом пропала Валентина Легкоступова. Исполнительница хита «Ягода Малина» две недели не выходила на связь и не отвечала на звонки дочери. А потом артистку нашли с травмой головы в ее же собственной квартире. Валентину Легкоступову тогда экстренно госпитализировали, а 14 августа она скончалась, не приходя в сознание. В конце августа слухи об Овсиенко проверки ее концертный директор, заявив, что певица не выходит на связь, потому что отдыхает в Крыму.